Всем привет, с вами я Леонид. Сейчас буду тут косить один участок. Здесь периодически косу, они когда сами не справляются, просят. И буду это делать, если видите, таким ножом с подвижными сегментами. Вот про эти ножи периодически в комментариях люди спрашивают. Спрашивают, вот у меня второй аналогичный на три сегмента. Да, так спрашивают, потому что многим кажется, что это, скажем так, идеальный нож. С одной стороны нож, и он действительно косит, как нож, он не сечет настолько мелко траву, как леска. Не настолько летит по ногам, немножко летит, все-таки больше, чем от обычного ножа, если нет защиты. Но не сравнить с леской. С леской надо косить только с защитой, и все равно ты будешь облеплен весь. С этим летит, но намного меньше. Вопрос, значит. И при этом он все же выдерживает удары по остыках. Так, для того они и рассчитаны, эти подвижные сегменты, чтобы если ударяются, так они загибались. Так, и не разбивались так, и не передавали удар на редуктор, вал и прочие части косы, которые страдают в результате. Ну и, казалось бы, идеальный нож, но есть все же в нем ложечка дегтя. Значит, ну, во-первых, сам он все равно может быть травмирован. Так, все равно он разбивается. Как видите, вот здесь ползуба уже этого нет. А если бы отбилось больше, то уже им косить было бы невозможно. Уже бы сильная вибрация шла, расцентровка. Причем это может произойти буквально в первые пять минут. Не надо думать, что полгода будешь косить, и тогда уже только либо сегмент вырезать из какого-то куска и приклепать на ново, либо покупать новый нож. За пять минут уже, может, где-то, если работаешь на большой скорости, в какой-то пенек удариться, даже не обязательно камень и бзынь, и не стало. Чаще, конечно, эти сегменты все же гнутся, они разбиваются, вот что лучше по сравнению с жесткими ножами, так. Вот, приходится с собой обязательно брать пассатижи, потому что косишь на таких каких-то участках, да. Вот, и, ну, разгибать эти лепестки, потому что согнутый лепесток он и не косит, и начинаются вибрации очень сильные, так, особенно когда он от горизонтали отогнулся, так он становится уже как пропеллер, и начинает тебя вибрировать. То есть, все-таки они, конечно, со временем разбиваются, не железобетонные они, и бывает, что это очень даже быстро происходит. Во-вторых, сами они все же вреда могут причинить больше, чем леска. Леска, если косишь, ну ладно, бетон, бетона не жалко. Так, хотя краску, если обдирает, тоже неприятно. Но возле какой-то деревянного строения, так, если леской, то там, ну, может чуть-чуть облупится краска, так. Если этим будет лупашить по деревянному строению, будет выбивать в нем борозный. Будет выбивать однозначно. То есть, что там говорить, леской все же мягче, так, леской вреда не будет. От этого вполне может быть. Даже на бетоне следы остаются. Так, если бетон слабенький, такой, крошащийся, то даже на бетоне от этого следы остаются. Ну и плюс сам он травмируется. Металл и бетон, это несовместимые вещи. Так, они будут друг другу вредить. Леску тоже вредят, но леску отматываешь, отматываешь в рулончике и пошел себе дальше. Поэтому, такие ножи я все-таки беру на такие участки, вот. Но возле препятствий, где я вижу эти препятствия, если в траве камень там или пенек, то и не видишь. А в таких местах все же я стараюсь не докашивать до забора. Благо, конкретно здесь забор имеет вот такой бортик, то можно из-за этого бортика и не докашивать. И в то же время трава скошена. Вот, но, например, с той стороны забора такого уже нет. Там очень много будешь бить о заборе, если будешь пытаться косить вот совсем-совсем впритык. И приходится чуть-чуть не докашивать, и все равно остаются отдельные травинки, не прилегающие к забору. Потому что, ну, жалко вот это вот бить. Леску не жалко, а это все-таки жалко. Разбивается довольно быстро, железяка, вот, и она не в рулончике, ты не отмотаешь. Так, придется тебе переклепывать или покупать новый. Поэтому так, с одной стороны он защищен от ударов больше, чем этот нож, но все же не надо думать, что он полноценно может заменить леску вот в таких ситуациях. Ну и следующий момент, его главная ложка дергать, что если ты хочешь им косить именно траву, как косится полноценно на сено, на сенокос, то эти ножи, когда ты заводишь уже в конце, так, заводишь в конце, особенно если широко берешь и заводишь под волок, так, в волке нож, который не имеет жесткости, просто загибается, так, и не докашивает. Остаются недокашенные травинки. Падает скорость, так, он уже, так сказать, не в тонусе, загибается и остаются непрокосы. Поэтому им надо косить осторожнее, надо брать уже, так, уже волки, не настолько широко брать, потому что будут непрокосы в волках. Так, сразу вроде бы все нормально, ну что, ну как там, примнет, сверху травка ляжет, придавит другую, но, но, потом начинаешь уже сгребать, а там непрокошенные. Поэтому это что-то такое, полу-нож, полу-леска, так, с одной стороны и косит как нож, но имеет недостатки, с другой стороны, хорош в таких местах, где стыки, он не так травмируется, как обычный жесткий нож, но все же проблем с ним больше, чем с леской, так, в этих местах. И он так немножко не то, не все. Иногда я его использую, в частности, потому что не люблю косить леской, мне нравится ножами косить. Вот, поэтому я его использую, но там, где вот трава растет в притек с забором, в таких вот местах, то я просто немного не докашиваю, а потом надеваю катушечку и там 5 минут, даже большой периметр, 5 минут, пробежался, и именно выкосил то, что осталось неприлегшим к забору. Предыдущие попытки этим осторожненько докашивать все-таки до забора, осторожненько, все равно заканчивались тем, что оно, а забор чиркает, на заборе потом подертости такие неприятные, хоть оно и бетон, но явные такие. Вот, и сам он оббивается весьма так ощутимо. Поэтому идеальным ножом, увы, вот эти сегментные ножи не станут. Вот, все-таки для полноценного сенокоса лучше жесткий нож. Вот, а вот для таких мест, где частые могут быть удары, особенно если они в траве, то все-таки, да, берешь такой, но с ним надо уже аккуратнее, надо меньше брать волки, меньше ширину, чтобы не такие были волки, и больше следить за докашиванием. Вот такое, надеюсь, рассказал понятно. Теперь надо еще чуть-чуть показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА